На встречу с главой города пришли активисты района. По мнению представителей домовых комитетов и советов ТОС, в Адлере четыре острых проблемы. Незаконные стройки, неудовлетворительная работа управляющих компаний и энергетиков. По-прежнему многие собственники домов продолжают сбрасывать канализационные стоки в ливневые коллекторы и реки. Разбираться в ситуации начали с состояния дворовых территорий. Бордюры разломаны, бельевые площадки заставлены машинами. Детскую площадку с жителями они так и не сорганизовались и не закончили ее благоустройство. Елена Гриненко считает, что Адлер Жилсервис плохо выполняет свои обязанности. Были претензии у адлицев и к другим управляющим компаниям. Глава города поручил руководителю района собрать всю информацию о работе коммунальщиков. И если нарушения в обслуживании многоквартирных домов будут серьезными, руководители управляющих компаний будут отвечать по закону. Раньше-то было наоборот, во дворах убирали, а городская среда была плохая. А почему сейчас? Городская среда замечательная, дворы плохие. Задумайтесь и примите меры. Как выяснилось в ходе встречи, энергоснабжение в районе еще одна болевая точка. Несмотря на глобальную реконструкцию энергохозяйства, во время подготовки к Олимпиаде остались улицы, где скачки напряжения в сети – обычное явление. Улица Поганных и Минска почти бессветная. Электроэнергия. У нас напряжение от 120. Вот мы на видео сняли, это не ем, не ем. До 190. В прошлом году мы писали бесполезно. В этом году мы сказали, мы будем до конца. И на наше счастье, что мы сегодня попали сюда. Подобная ситуация с электроснабжением и на других улицах. Объяснение начальника адлерского участка компании Кубани-Энерго глава города слушать не стал. Нам не надо объяснять причины. Причин не должно быть. Я знаю заверение президента Россети, который сказал, лучшего города в стране по энергообеспечению, энергообезопасности у нас нет. Здесь сделано все. И если где-то и будут у нас проблемы, то это только не умелая работа персонала. Вы сможете навести порядок? Конечно. Ну так делайте так, чтобы мы наведем. У жителей улицы Луговой другая проблема. Предприимчивый коммерсант решил в зоне, предназначенной под ИЖС, построить высотку. Стоит приезжает из Луды и 50 человек в Леониде. Стали рассказывать, какой будет здесь красивый дом на территории ИЖС. Семь соток, восемь этажей. Многоэтажный дом в зоне индивидуальной живой застройки построен не будет, успокоил жителей Луговой глава города. И это не только позиция администрации Сочи. С 1 сентября вступает в силу новый федеральный закон. И теперь через суды, как это было раньше, узаконить высотку в зоне частного сектора будет невозможно. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.